Сегодня будет видео на тему, что беспокоит современных женщин, и по сути это видео это рецензия на две замечательные книги. Первая книга психолога Юлии Лапиной «Тело, еда, секс и тревога». Вот она, эта книжечка. И вторая книга «Вирджини Депант. Кинг-Конг. Теория». Книги абсолютно никак между собой не связаны, кроме того, что я обе их прочитала. Я буду зачитывать вам понравившиеся мне фрагменты и их комментировать. Итак, начнем. Что пишет у нас Юлия Лапина? «У диетического мира много общего с системой секты. К примеру, ритуалы. 20 приседаний, 30-10 отжиманий, 5 скручиваний. Примерно как епитимина на 50 поклонов. Меняю самоощущения и на какое-то время снимаю чувство вины». Дальше. Грех теперь не оскоромиться в пост, а питаться углеводами после шести вечера. В средние века придумывали способы чистого секса. В темноте, в ночной рубашке, в определенной позе с минимальным телесным контактом. Исключительно ради зачатия детей. А сегодня люди боятся испачкаться об еду. Десерт обязательно должен быть без сахара. Этот кусок лишь ради здоровья, и никто не узнает, если я съем его. То есть очень интересную параллелью приводит автор, и она говорит, что берет это из многочисленных англоязычных изданий о том, что диетическая и культура худобы становятся для нас чем-то вроде новой религии, если мы говорим о том масштабе и о тех жестких ограничениях, которые он занимает в нашей жизни. Сегодня тело должно свидетельствовать о том, что его хозяин искупил грехопадение. Он страдал, голодал, изводил себя тренировками, отказывал себе в радостях земных и кубике прессы, которые не стыдно предъявить миру, явное тому доказательство. Культ служения телу становится новой религией. И эта идея не нова. Ее уже не раз описали в англоязычной литературе. Ну, полностью согласна с автором, да, потому что многие люди подчиняют этому свою жизнь, как раньше они подчиняли жизнь молитвам, подчиняли жизнь посещению церкви, теперь новый храм – это спортзал. Дальше, очень важный фрагмент, который я поподробнее прокомментирую. Так, 19. То, что не находит удовлетворения в свое время, надолго остается открытой раной. Замутняющий трезвое восприятие людей и событий. Сначала человек проходит идентификацию в семье, затем в группе, а потом у противоположного пола. И на всех этих этапах он ищет любовь. И чем сильнее была неудача на предыдущем уровне, тем больше он будет возлагать надежды на последующие. Если ни семья, ни группа не дали любви, понимания и принятия, человек будет ожидать слишком многого от межличностных отношений. Такова программа нашей психики. То есть к беспорядочным связям, к отношениям с абьюзерами, естественно, больше тяготеют те люди, которым не хватило любви в детстве, которым не хватило тактильного контакта. И также тут была мысль автора о том, что одно дело это когда полный человек, ну допустим имеющий 7-8 килограмм лишнего веса, живет в одиночестве, откладывает в своей жизни важные собеседования, не позволяет себе ходить развлекаться, не позволяет себе свидания. И совсем другое дело, когда такой же человек, у которого 8-10 килограмм лишнего веса, но он живет в семье или имеет постоянного партнера, друзей, имеет приятные тактильные ощущения, имеет качественный секс, само восприятие тела у этих двух людей будет абсолютно разное. Так, очень важный фрагмент о ресурсах. Разумеется, привлекательная внешность играет особую роль в жизни женщины, потому что долгое время ресурсы и доставались только от мужчин. А мужчину можно было получить с помощью внешности и множество хитрых уловок. Вот почему женщины тысячелетиями должны были вкладываться в свое тело и лицо и совершенствоваться в искусстве манипуляций, чтобы обеспечить себе выживание. Но, как мы понимаем, для многих женщин на территории России, СНГ и в других странах это до сих пор актуально. Женщины получают меньшую зарплату и очень часто, чтобы получить какие-то ресурсы от жизни, они заводят отношения с мужчинами, имея именно материальный интерес. И чтобы котироваться на рынке невест, котироваться в глазах мужчин, они вынуждены соответствовать той картинке, которую навязывает им масс-медиа и так далее. И вот этот диетический культ. Дальше. Ужасная статистика. По-моему, это Америка. Во время одного из исследований более половины женщин сообщили, что предпочли бы смерть под колесами грузовика в перспективе набрать вес. А две трети сказали, что лучше бы среднего ума или глупый, но только не толстый. Вот такие ужасные факты. Дальше. Очень важный фрагмент о самокритике. Самокритика – одна из форм хронического стресса и один из путей, ведущих к депрессии. Ее биохимические последствия были выявлены в очень интересном исследовании. И вывод был сделан такой. Самокритика меняет работу нашего мозга и делает нас более уязвимыми для стресса. Обычно стресс активирует в организме ресурсы для борьбы с опасностью. Если мы видим волка, мы убегаем и не деремся. Но когда мы говорим себе «я тупая, толстая, отвратительная», то для нашего мозга это звучит так. «Я и есть твоя опасность, надо убегать или драться». То есть волк постоянно рядом. По данным уже упомянутого исследования, самокритика становится одной из причин ухудшения здоровья, как физического, так и психического. Она же с большей вероятностью приводит людей к одиночеству. То есть люди сами загоняются настолько, что они настолько интервизируют какие-то негативные установки о собственном теле, что уже искренне верят в то, что они плохие, в то, что они неподходящие и не решаются далее на отношения. Дальше здесь целый раздел у пищевых расстройств. Для меня хорошо известно об анорексии булимии. Если кто-то не знает, то вам будет интересно почитать. Также об обжорстве здесь. И вот она пишет. Анорексия – смертельное заболевание. Здесь самое большое число летальных исходов не только среди расстройств пищевого поведения, но и среди всех психических расстройств. То есть от анорексии чаще умирает, чем от шизофрении, чем от биполярного расстройства и так далее. Дальше очень интересный отрывок об искусстве. До начала XX века западные художники изображали идеальное женское тело со значением индекса массы тела от 27 до 30, то есть с избыточным весом, практически с ожирением. Но это мы хорошо видели на всяких картинах русских и зарубежных. Однако к середине XX века значение и идеального индекса массы тела, идеального женского тела уменьшилось до 19. Причем большинство женщин, которые, как считалось, обладали канонической красотой, стали весить на 15% ниже здоровой нормы. Сегодня исследователи сходят во взглядах, что в наши дни вес идеального, по версии СМИ, женского тела является нездоровым. То есть то, что нам показывают как идеальную картинку, это всегда сильный дефицит массы тела, который также опасен для сердца, для внутренних органов, как и то же самое ожирение. В ожидании идеального тела женщина ставит на паузу свою жизнь и счастье, откладывает многие важные вещи, считает себя недостойными, неправильными, неспособными. Сколько женщин отказываются от встреч, общения и даже собеседований, считая, что их тела недостаточно хороши. А потом в отчаянии набрасываются на еду, словно это магическое теле, способное избавить их от неуверенности. Дальше тут исследование, которое сейчас всем очень актуально в связи с самоизоляцией. Основная идея такова, если вас запереть на пару месяцев в клетке с едой, и лишив при этом любой активности и социальных контактов, то неудивительно, что еда станет вашей основной радостью. А ведь часто именно такой клеткой для людей становится жизненное обстоятельство. Например, низкий уровень дохода. Человек не может себя позволить, к сожалению, пойти в театр, записаться на спорт, путешествовать. Основные его средства уходят на продукты питания, и только ими он может себя побаловать. Отсюда и лишний вес. Дальше очень такая провокационная и жесткая глава, которая называется «В концлагерях толстых не было». Да, в концлагерях не было полных, а еще там не было счастливых, здоровых и свободных. И если сравнивать диету и концлагерь, становятся понятнее слова Науми Вульф. Культура, фиксированная на женской худобе, это одержимость не красотой, а женским послушанием. Диетическая культура – самый мощный в истории инструмент подавления женщин. «Население, пребывающее в тихом безумии, легко поддается управлению». Эту идею можно дополнить цитатой Анселикиса «Голодных людей нельзя учить демократии». Очень интересная мысль. То есть все эти ограничения нужны не только для того, чтобы женщины были для кого-то красивыми. По сути, не мужчины все это придумывают, это придумывает капиталистическое общество. Это придумывает идеология, пропаганда. А основная цель этой пропаганды – сделать и женщин, и мужчин лучшими потребителями. А лучший потребитель – это неуверенный потребитель. Это потребитель, которого многое тревожит, пугает, и он стремится заполнить своими приобретениями душевные раны. Так, скоро будем с этой книгой заканчивать. А, про порно. Про порно будет много в следующей книге, о которой мы сегодня поговорим. Но здесь вот. Так, так. А ведь некоторые еще и сравнивают свое тело с телами порно-актеров. Интересно, почему? Ведь после просмотра фильма о Супермене только люди с определенными диагнозами надевают плащ, красные трусы и пытаются взлететь. Большинство же не переживает об отсутствии у себя суперспособностей. Ну, у меня было отдельное видео о порно, где я говорила, да, что некоторое пагубное его влияние в том, что люди пытаются воспроизвести и на уровне картинки, то есть внешности, и на уровне качества процесса, то, что там есть. Но, опять же, разве это не проблема зрителя? Почему это проблема жанра? Давайте запретим фильмы «Техасская резня бензопилой». Вдруг кто-то после них захочет резать всем головы бензопилой. Давайте запретим бразильские сериалы, где женщины учат манипулировать мужчинами, обманывать их и беременеть тайком. То есть, является ли это проблемой порно все-таки или проблемой восприятия зрителя? Так, сейчас чуть-чуть отдышусь и переходим к книге Виржини Депант. Если кто-то не знает, Депант такая очень провокационная фигура, она автор книги, режиссер, основной ее фильм это «Трахни меня», такой провокационный фильм, можете посмотреть. Он подвергался жесткой цензуре, она получала критику, о чем она пишет в этой книге, как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Очень зрители тяжело эту картину воспринимали, но чем-то отдаленно это упоминает «Я блюю на ваши могилы», которые я люблю упоминать в своих видео. Но этот фильм более качественный, более глубокий и побудило на такой сюжет, я так понимаю, личные события в жизни этого человека. Также Депант долгое время в молодости принадлежала к панковской тусовке, а потом некоторое время даже работала проституткой. Об этом опыте она тоже пишет в своей книге. И надо сказать, что в взгляде Депант на проституцию и на порно, но мы этого сейчас более плотно коснемся, они мне близки. И они, конечно, идут в некоторый разрез с тем, что нам говорит современный, особенно радикальный феминизм, который категорически говорит, что женщина исключительно жертва в этой ситуации. Вот у Депант, как у Камилы Палья, о которой я уже упоминала, несколько другой взгляд на это. Ну, перейдем же к книге Депант. Что она нам интересного расскажет. Так. Проблема в том, что в нас до мозга костей въело сети о том, что наша независимость – это зло. Эту же мысль со стервенением повторяет СМИ. Сколько статей было написано за последние 20 лет о женщинах, пугающих мужчин, о тех, кто за свои амбиции и странности поплатился одиночеством. То есть она пишет, что даже не сами мужчины, а СМИ часто жестко критикуют женщин за их успехи. То есть женщина, с одной стороны, вроде должна быть самостоятельной, но при этом, чтобы это не оскорбляло личные чувства. Она много пишет о политике, о государстве. Государство, берущее на себя роль всемогущей матери – это фашистовующее государство. При диктатуре гражданин снова превращается в младенца, спеленутого, накормленного. Его держит в колыбели некая вездесущая сила, которая все знает, все может, иметь все права на него и все это для его же блага. Дальше также о государстве. Мужчины стали жаловаться, что детско-феминистская эмансипация лишает их мужественности. Они настальгируют по временам, когда их сила коренилась в угнетении женщин. Но они забыли о том, что это их прежнее политическое преимущество всегда имело свою цену. Тело женщины принадлежало мужчине лишь взамен на то, что тело мужчины принадлежало производству в верное время и государству военное. Женское тело конфискуется одновременно с мужским. Не выигрывает в этом деле никто, кроме гостки власти мужчин. Да, можно абсолютно точно сказать, некоторые люди грезят о патриархате, но при патриархате мужчина не выбирал себе сам жену. Это был жесткий расчет, и потом, если он хотел жениться, он должен был в состоянии и жену, и детей на должном уровне содержать. Поэтому такие сексуальные мечты некоторых нищебродов о возвращении к патриархату, о том, что ему будут доставаться какие-то мифические шикарные 18-летние девственницы, которые мечтают их обслужить, конечно, все это бред и абсурд. Также дальше про порно. Часто говорят, что порно вызывает рост числа изнасилований, ханжества и абсурд. Как будто сексуальная агрессия – недавнее изобретение. Как будто ее нужно внедрять в умы через фильм. Ну, полностью согласна. Вот она пишет о своем знакомстве с Камиле Парри. Это известная американская феминистка о том, как она брала у нее интервью. И вот важный фрагмент. Парри – несомненно самая противоречивая фигура среди американских феминисток. Она предлагала понимать изнасилование как риск, неотъемлемый в нашем положении как женщина. Неслыханная свобода перестань дерматизировать. Да, мы вышли из дома в пространство, которое нам предназначалось. Мы вышли вместо того, чтобы сдохнуть. Да, мы были в мини-юбках ночью одни, без сопровождающего мужика. Да, мы были идиотками, слабыми, неспособными набить им морду. Мы были слабыми, потому что именно такими девочек учат быть при нападении. Да, это с нами было. Но теперь впервые мы понимали, что мы сделали. Мы вышли на улицу, потому что дома у папы с мамой было скучно. Мы пошли на риск и заплатили сполна. И вместо того, чтобы стыдиться, что мы выжили, мы могли решить подняться и постараться оправиться от этого, насколько возможно. То есть вот сам факт того, чтобы признать то, что с тобой произошло, и продолжать жить, вот в этом такая революционная мысль парня. Дальше уже идет о проституции. Очень интересно. Ни одно законодательство не запрещает 40-летним ночевать на улице. Стать бездомной, работать за 3 копейки. И все это приемлемая форма унижения. А вот продажа секса забудет абсолютно всех. И порядочным женщинам тут сразу есть что сказать. За последние 10 лет я не раз имела удовольствие проведить вечера в роскошных гостинах, в окружении дам, которые всю жизнь содержали мужья, по брачному контракту или по выгодным условиям развода. И которые без тени сомнений доказывали никому-нибудь, а мне, что проституция, по сути своей, зло для женщин. Они интуитивно знают, что эта работа унижительная вся и сама по себе. Ни при каких конкретных обстоятельствах, а в принципе. Это утверждается категорично. Для этих дам все шлюхи априори одинаковые. Ну и так далее, и так далее. И она подводит в то, что в конце концов... В конце концов эти женщины просто боятся конкуренции. Так, дальше очень хороший фрагмент, вообще шикарный. А во Франции большинство не рискует открыто говорить о своей работе, зная, что это неприемлемо. Они должны молчать. В действию приводится все тот же механизм. От них требуется, чтобы они были запятнаны, чтобы они скулили, как побитые собаки, что их обидели. Заставили, вынудили. В противном случае им мало не покажется. Не страшно, что они в этом не выживут. Наоборот, гораздо страшнее, если они скажут, что эта работюнка не такая уж ужасающая. И дело не только в том, что любая работа унизительная и тяжела, но и в том, что многие мужчины ни с кем больше не бывают так любезны, как со шлюхами. Да, мы знаем очень много историй о том, как девушек этой профессии убивают, насилуют, выталкивают голыми из машины. Но почему мы не говорим об истории, когда им дарят охапки лилии, возят их в Монако и носят на руках? Ведь это тоже бывает. Дальше. Деньги – это независимость. Секс по тарифу смущает моралистов не тем, что женщина не получает от него удовольствия, а тем, что тем самым она отдаляется от домашнего чага и зарабатывает собственные деньги. То есть, одна из причин, по которой эту профессию преследуют, это то, что это путь женской независимости своего рода. Так, ну, я смотрю уже почти 20 минут, так что я, наверное, перестану цитировать. Могу сказать, что книга мне очень понравилась. Я прочитала ее за один день. Предыдущая книга потребовала более вдумчивого какого-то подхода. Это читается на одном дыхании, это как такая личная история человека, исповедь. Я не знаю, как это правильно назвать, но она публицистика. Всем очень рекомендую к прочтению. Все это, пожалуй, на сегодня достаточно. А еще только добавлю, что Депант, несмотря на свои скандальные фильмы и книги, в принципе, мужчинам очень сочувствует. И в своей книге тоже об этом пишет. И напоследок прочту один отрывочек. Конечно, трудно быть женщиной. Страхи, запреты, внужденное молчание, призывы к опостылевшему порядку, ярмарка дурацких бесплодных ограничений. Вечно чужие обреченные выполнять самую грязную работу, поставлять сырье и молчать в тряпочку. Но по сравнению с тем, что значит быть мужчиной, это сущие пустяки. Так что Депант очень милый, на самом деле, настроенный по отношению к мужчинам. Всем рекомендую с ней познакомиться.